Мини-вышивка на футболке Вам потребуется медицинский бинт с широким или узкие полоски тканью. Оберните пальцы. Это необходимо, чтобы закрепить ткань. Определите, где будет ваша вышивка на футболке. Ткань трикотажная без коза. Как подготовить футболку для вышивки? Вышивка горловины. Ткань на футболке не должна быть натянута или перекошена. Это очень важный момент. От этого зависит ваша дальнейшая вышивка. Раскрутите бинт на пальцах. И постарайтесь одеть так кольцо, чтобы ткань на футболке осталась не тронутой. Чтобы она осталась в таком же положении. И теперь можно закрутить бинт без усилия. Ткань в пальцах не натянута. Она просто расправлена для того, чтобы было удобно вышивать. Вышивка по низу футболки. Но это место очень широкое внизу. И поэтому его сложнее всего вставить. Безусловно, нужно расправить хорошо футболочку, чтобы не было никаких складочек. И легко одеваем кольцо. Как узнать, правильно ли вы вставляете пальцы. Вы снимаете верхнее кольцо. Футболка должна остаться точно в таком же положении. Также я могу посоветовать обернуть оба кольца. И теперь мы подтягиваем немножечко вниз футболки. Видите, как свободно она двигается от ткани. Я передерживаю одной рукой, а второй вышиваю. Вышивкой карманом вставляем нижнее кольцо в футболку. Аккуратненько ее расправляем. Не натягивая, просто в свободном положении и без складочек, чтобы она лежала. И одеваем легко второе кольцо. Она должна удеться так, чтобы ткань не натянула. А просто одеваем сверху и закрепляем винтом. Бескозная ткань очень сильно растягивается. Поэтому при вышивке нужно внимательно следить за натяжением нити. Ни в коем случае нельзя затягивать нитку. Вы должны ее постоянно контролировать и проверять вышивку. Правильно ли вы сделали стежок. Может быть его нужно немножечко затянуть или наоборот отпустить. Иголка должна быть острая, не тупая, потому что будет рвать, будет оставлять дырочки на футболке. Эта вышивка очень-очень простая. Вы можете, конечно, и карандашом нанести рисунок. Рисунок должен быть тоже очень легкий. Не надо никаких контуров. Достаточно для розочки, например, кружок нарисовать. Остальная мелочь может вышиваться по ходу. Где-то бутончик придумали, где-то там маленькие листочки. То есть не надо сильно расписывать ткань карандашом. Натуральный шелк можно заменить вискозными нитками. Это вы берете ниточки ирец турецкий, делите, вытягиваете эти ниточки. Они великолепно заменяют шелк и даже, можно сказать, лучше шелка. Хлопковые футболки можно вышивать обычными мулиной нитками. Это ДМС, Анкор, там и другие, какие у вас есть. Плотную катоновую футболку можно вышивать и в три сложения. Для лепестков розы меняют размер иглы. Большая игла оставляет дырочки. Поэтому можно иглу не вкалывать, как вы обычно вкалываете, а как бы раздвигая волокна на ткани. Таким образом просовывайте иглу. При вышивке листьев и всякой мелочи бутончиков иголочку нужно снова поменять на более тонкую. После стирки эта вышивка не гладится. Гладится только ткань вокруг вышивки. Остороженько кончиком утюга просовывая как бы между лепесточками. Все, чтобы ткань была ровная. А вышивка остается не глаженной. Я хочу сказать, что этот способ подходит и для вышивки на вязаных изделиях. Точно так же вставляется в пяльца. Пяльца можно обвернуть. Пяльца должны быть такого размера, чтобы они могли обхватить нужный вам участок ткани. Вязаной ткани. И точно так же зажимается шурупом не сильно, потому что остаются на вязаных вещах кольца. И там вы уже не прогладите утюгом. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, задавайте, оставляйте свое мнение. Мне будет очень приятно с вами пообщаться. Всего вам доброго и весеннего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok